Здравствуйте! Приветствую всех наших джонсов! Эрвахтанас Хейруссу! Да, я не знаю, сегодня или пока выйдет этот ролик мой, уже вчера был прекрасный день. У нашего брата Фарида был день рождения. Я его уже поздравил. Дай Аллах и Фариду, и всем нашим азербайджанцам, всем, кто живет на нашей земле, азербайджанской земле, всем здоровья, кто уехал, кто живет за пределами Азербайджана, всем хорошим людям, только желаю одного, крепкого здоровья. Посмотрел ролик, значит, скайп наших ребят, Артурик вышел, Яшка, Истина, Олежка наш, Славик, ребята, которые говорили, высказывали на свои пожелания этим армянам, потом посмотрел ролик Фарида, вот. Фарид рассказывает там про этого ублюдка, который пианист, блин, да, педагог конченный. Да, о многом говорил, вот я хочу тоже высказать свое мнение. Ну, что сказать, Фариджан? Его фамилия этого ублюдка Максудьян. Максудьян, а он армянин, блин, ты знаешь, что я хочу сказать? Вот, не дай бог, не дай бог, для моего ребенка попался бы такой учитель музыки, и, вот, я увидел бы через эту камеру, да, что моего ребенка так бьют, кто бы он ни был, армянин, азербайджанец, кто бы он ни был, какой бы национальности ни был, я вот так же играл бы на барабане у него на голове. Я не знаю с ним, что сделал бы. У этих людей, у родителей этого человека огромное терпение, железное терпение. Они еще молодцы, что подали в суд. И сегодня я читаю, и что ты думаешь, Фариджан? Они нашли человека, который, значит, привутил этого негодяя под лица. Ему дали пока этот домашний арец, никуда не этот не может выйти. Идет там следствие, там смотрит, как, что, к чему. Но я думаю, что если бы был другой национальности, он уже давным-давно, после этого суда, зашел бы в тюрьму туда. Обезьянник. Понимаешь? И его с ним сделали бы так же, как он сделал с этим ребенком. Но пока, мисс, идет расследование. Не знаю, суд какое решение будет выносить. Наверное, штрафуют его, и этим и будет конец. Вот что беда, Фарид, что вот такие вещи остается безнаказанным. Я не знаю, в Российской Федерации какие законы там, но я, например, засунул бы палку ему в задницу, этому Максу Дьяну. Понимаешь? Потом ты там рассказываешь насчет этого кочузнения, да? Фарид Джан, я два года уже, почти чуть больше двух лет я здесь нахожусь. И все это время и Камрал Сеидов, и я громкогласно через этот вот YouTube с ролика мы обращаемся этому негодяю под лицо, себе считающий здесь грамотным, интеллигентом, шивый, ветеринару, что давай выходи, рассказывай про кочузнение. Пример министр, первый пример министр Армении, что он говорил про Дашнак Тютюн и непосредственно рассказывал в своей книге про Османской империи, как это все случилось. Он однажды вышел, начал смеяться надо мной, понимаешь? Вышли туда, там в скайп, еще с ними вышли другие, женского пола. Они начали смеяться надо мной, что я фамилию кочузнение неправильно выговорил там, понимаешь? Вот такие шакалы они. Нет, чтобы выйти рассказать правду, они выходят, ругают, издеваются, смеются над людьми, понимаешь? Это же его армянин. Или кочузнение не армянин был, а Ванесов? А, Фарид, как ты думаешь? Ребята, скайписты? Качузнение кто? Не армянин? Или этот брат Монти Мельканяна, который писал, что мой брат натворил такие вот эти безбожные дела на землях азербайджанских, хоть жалах. Это не армянин, да? А знаешь, что они выходили, говорили, эти ублюдки, паскуды? Что Арах говорит? Брат Генмель Каньяна даже не знает о существовании этой книги. Ты представляешь? Весь мир читает, весь мир читает эту книгу. В интернете распространили вот эту книгу, да, от слов родного брата этого террориста-ублюдка, паскуда которому поставили памятник в центре Еревана, они говорят, что якобы брат Генмель Каньяна даже о существовании этой книги не знает. Ну что ты ожидаешь от этих паскуд? Брат ты мой, Фарид. Или вот ребята, да, вышли, я послушал их, я солидарен с ними, я уже это сказал. Жалко, что меня в этом скайпе не было. Я сказал бы пару слов, но пользусь случаем я скажу свои слова. Я буду присоединиться к нашим ребятам. Вот это паскуды, то, что я вот два с половиной, почти два с половиной года здесь нахожусь. Каждые их слова, каждые их высказывания я очень прекрасно помню. Кто первый, кто второй, кто третий. Вот этот подонок пишет там, я тоже читал, я тоже читал, что он писал, я не буду повторять, что он писал там. Вот это, который сосал грудь проститутки, вот этот грязное молоко, да, пил он, блядь. Он сегодня выходит, там пишет какие-то комментарии, а этот негодяй, сын, блядь, проститутки другой. Он выходит здесь, нас учит, как нам надо быть. Себя интеллигентом считает, а сам проститутка конченая. Понимаешь, потом говорите, ругаться или что, ну как, как возможно вот слушать их? Как можно читать вот эти комментарии? Понимаешь, родные вы мои, дорогие вы мои. Я вот сегодня слушаю, да, вот Олежка, Олежка вообще молодец. Я слушаю, я кайфовал от вас, клянусь. Я говорю, на самом деле, да, вот молодцы наши. Они еще с терпением как-то, ну как вам сказать, ну они знают, что их слушают, да, нормальные люди их слушают. Ругаться нельзя, говорит какие-то ненужные, нецензурные слова нельзя. Вот если сопоставить, да, их не с кайф, и с кайф наших ребят, это небо и земля, это есть воспитание наших ребят. Понимаете? Я тоже могу, как Олежка говорит, как Джан Топор говорит, что мы можем тоже выйти, ругаться. Мы даже можем еще хуже ругаться. Хотя я в жизни, ребята знают, я далек от таких вещей. И даже наши ребята, которые мы встречаемся, видимся, они тоже в жизни далеки от этого всего. И что неинтересно, я ругаюсь тогда, когда я их слушаю, вот их не ругань. Потом говорят, воспитание. Вот ты прекрасно сказал, Фарид. Вот этот Максудьян, вот этот молодой парень, это древний сын древнего народа. Он на голове ребенка учится играть на барабане. А потом о культуре рассказывают всему миру, какая у них была культура. Вот так же, вот так же они, Оспанской империи, и так же на наших землях азербайджанских, и в том числе душа азербайджана в Карабахе, они так издевались над нашими детьми. Понимаете? Там нет уже, знаешь, значит, понятия возраста. Хочешь, 20 лет ему будет, этому ублюдку-армянину, 40 лет будет, 60 лет будет. Не имеет значения. Они поголовные ублюдки, у них воспитание такое, ублюдочное. Понимаете, ребята? Я не хотел бы сегодня вот так резко, да, готовить такой ролик. Но, они сами дают повода нам? Или этот негодяй, который штатский, сидит в Штатах, он от ног до головы, вся в грязи живет. Люди ему говорят, что если ты мужик, давай выйдем на ринг, он всячески там по-армянски крутит, блин, если тут, в Азербайджане, находился бы кто-нибудь такой, который хотел бы, но если я к отношению к этому человеку высказал свое недоразумение, нецензурными словами, если этот человек вышел бы мне, сказал бы, послушай, в Азербайджане на нейтральной зоне я тебя вызываю на ринг, кашлю я, болею я, что бы со мной, проиграю даже, я пошел бы, я не выкручивался бы, понимаешь? На то я мужчина, а это баба конченная. Ты мне покажи хоть одного армянина, давайте скажем, здесь, да, вот в этом ютубе, который по сей день поступил по-мужски. Нету. Нету и найти невозможно будет. Понимаете, ребята? Это даже не катастрофа, это даже не ужас. Почему? Потому что они такие. Если сегодня 23-летний, лауреат, не знаю, какой, 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 пизды, блядь, он сегодня на голове ребенка, якобы так он учит, чтобы ребенок мог играть на пианине. Он считается великим армянином. Да я плевал на вас, на таких, которые вы, как ты прекрасно сказал эти слова, он уже себя считает героем, великим, понимаешь, армянин. А фамилия Максут, Максут Ян. А Максут это азербайджанское, турецкое имя. Имя. Понимаешь? Вот в чем дело. Я вообще обалдел, когда увидел вот эти ролики на канале Яшара Бахинского. И не один, даже если они выйдут, да, я больше чем уверен, что они будут оправдывать этого негодяя-подлеца. Был бы азербайджанец, не дай Бог. Может быть, таких случаев есть в жизни, да. Если бы мы увидели бы, мы вышли бы, естественно, против этого человека высказывали бы свое недовольствие. Может быть, и похлеще мы нецензурно обратились бы к этому негодяю. Потому что эти неприемлемые, это не по-человечески, понимаешь? Этот человек показывает не только свою воспитанность, он показывает, что он не древний человек. Его предки не древние. Понимаешь, он не получил никакой культуры. Наверное, он вырос таким, понимаешь, по голове его родители армяна били. Потому что ребенок берет что? Ребенок своей жизни берет то, что он видит в семье. Например, мы, нормальные люди, мы видели воспитание, что мы сегодня осуждаем таких, потому что это не воспитание. А сколько дней прошло, этот негодяй, вот этот ветеринар, прости, даже дотутка, он уходит, про каких-то наших диаспор рассказывает, про скайп, про Славика рассказывает, про Олежки, про Яшки рассказывает. Понимаешь, он только лишь вышел для того, чтобы смеяться, потому что его же аудитория, там, кто пишет, комментарии, все посмечащие. Он для них вышел, рассказал. Он не вышел, не сказал, что, ребята, на самом деле, что это такое? Наш армянин, он позорит нормальных армян. Нет, вот после всех вот этих роликов, которые мы сейчас делаем, он после этого выйдет, половину оправданий, половину там будет, он его осуждает, обсуждает, рассуждает, не знаю, что, и по-армянски будет переподнести это все. Вот ублюдки, вот. Так что я не хочу долго тянуть этот ролик, как я всегда говорю. Фариджан, еще раз тебя с днем рождения, родной ты мой, ты знаешь, когда мы видим вот таких негодяев, не только Максудьяна, и Хачатурьяна, и Вартаньяна, Григорияна, я не знаю, Ян, Ян, Яна, мы когда их видим и говорим, я Аллах, как хорошо, что мы азербайджанцы, как хорошо, что ты меня создал азербайджанцем, и прекрасные у нас были родители, и общество наше, сегодняшнее азербайджанское общество, вот нам дало такое воспитание, понимаете, что мы можем таких негодяев, даже словесно мы никто, чтобы осудить кого-то, не суди, не будешь судим, но сказать свои претензии к таким людям, мы имеем воспитание для этого, как хорошо, что джанцы мои, мы джанцы, вот я своих азербайджанцев называю джан, джан, из-за гурбов ломки мерим кезар мил лят им мажь, и среди нас есть ублюдки, да, есть, о, диаспоре сидят, негодяи, которые армянам служат, но мы вправе и мы себе находим мужество выйти о них рассказать, если даже Фазиль будет промолчать, другой выйдет расскажет про это, но мы не должны молчать, не должны молчать, мы не можем, как эти ублюдки армяны, яланам бить себе в грудь, аромы древние, мы культурные, я плевал на вашу такую культуру, которая играет на голове ребенка барабан, бьет по голове и так учит, вот вы так учили всех, вот так вы хотите учить других народов своей лыжевой истории, понимаете, каждый день, аромы древние, аромы древние, а у нас геноцид, да какой геноцид, слушай, какой геноцид, а предатели, вы всех передали, вы скоро очень многих будете передавать, потому что это ваша сущность, вы как люди, как человеки жить на этой земле не сможете никогда, если сегодня вы защищаете таких негодяев, начиная от от гарагена, нжд, вот этого ублюдка, заканчивая вот такие, как максуфьяны, манвелы, другие, третьи, четвертые, вы человеками, людьми не сможете становиться, это пройденный этап, это уже я не знаю, сто лет пройдет, век пройдет, два века пройдет, вы никогда в жизни людьми не станете, потому что вы негодяи, ублюдок, который сегодня пишет, и такие вещи, что грудь, мурудь, не знаю, молоко, и выходит, в ролике себя показывает, ас моя аром мартес, да я твой, блин, я не знаю, как он говорит, я останавливаюсь, не буду ругаться, ах ты, актеры несчастные, вы все актеры, вы все клоуны, блин, армяны, это я к вам обращаюсь, к вам, как хорошо, что Яшка сегодня напомнил про это, и ребята высказались, обнимаю вас, ребята, обнимаю, вы красавчики, я солидарен с вами, я присоединяюсь к вашему каждому слову, дай Аллах вам здоровья, я заканчиваю этот ролик, я тоже высказался, опять-таки говорю, жалко, что меня в этом скайпе не было, обнимаю вас, Ларик, Джан Топор, Олешка, Яшка, Артурик, Фаридик, все ребята, во главе Дед Меджит, все, кто сегодня против этих негодяев, которые себя в грудь бьют, показывают по всему миру, якобы они культурные такие, да, да, они никто, вы показываете всему миру, какие они негодяи, дай Аллах вам всем здоровья, дай Аллах всем вам здоровья, вот эти негодяи всегда так жили и будут жить в грязи, потому что они сами грязны на этой земле, вот так, ребята, кому не по кайфу, да тебе не матери, идите нахер, армяны, это я вам, вам говорю, что этот миротворец, что этот ген от ДЖД, блять, который сидит там, ерундой занимается, короче, ерундой, человеческого ничего нету, чтобы быть и сказать, что, блин, они, я еще раз говорю, они сами посмечащие, да, по жизни, потому что они сами видели, поэтому уходят там, якобы, они рассказывают умные вещи, смеются над людьми, тьфу на вас, блять, тьфу, ладно, ребята, еще раз обнимаю, пока-пока, не хочу долго говорить, фаритик, еще раз с днем рождения, и весь христианский мир, уже, наверное, сегодня, праздник, пока выйдет этот мой ролик, чуть позже я загружу, весь христианский мир, весь православный мир, я поздравляю с днем Святой Пасхи, и мир, мир пророку Иисусу Христу, как у нас мусульмане говорят, дай Аллах всем хорошим людям земного шара, планеты Земля, крепкого здоровья, пока-пока, ребята, до следующих встреч. До встречи.